Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал и сегодняшнее видео это просто сказка. Я очень рада, что мы с вами встречаемся каждую пятницу, потому что сегодня у нас такой прекрасный дайджест. Ну вы поняли, короче. Наливайте чай-кофе и погнали! Итак, первая чудеснейшая новость заключается в том, что, конечно же, принцесса Евгеша, принцесса Евгения и ее просто Джек стали родителями. 9 февраля в 8 часов 55 минут на свет появился маленький наследник принцессы и ее мужа. Он весил 3 килограмма 657 граммов. Мы предполагали, что будет мальчик по вот этим синеньким мишкам-тапочкам. Появился он на свет в портландской больнице, там, где рожала Меган Маркл, но об этом мы еще отдельно поговорим. Все, конечно, просто в восторге от этой новости. Евгения буквально... Всека и Матвей в том числе очень рад. Буквально 8 февраля опубликовали видеокол, где принцесса Евгения вот уже на последних-последних сроках своей беременности появилась перед публикой. Опять же онлайн, но тем не менее появилась и выглядела она, кстати, отлично. Совершенно не отекшая, не расплывшаяся. Очевидно, держалась в норме до самого дня Икса. Что самое интересное, точнее, интересного в рамках этой новости очень много, я вам обо всем расскажу. Но прикол заключается в том, что журнал Star Heat, ну вы знаете, это журнал тот, который держит жена Андрея Малахова. Они опубликовали новость, что принцесса Евгения стала мамой. И благополучно опубликовали фотографию принцессы Беатрис на ее свадьбе. Было очень забавно, но, конечно, потом они эту сториз потерли. Неудобненько вышло. Но это все лирика, конечно, самый такой на данный момент яркий прикол. Приколдесс, как сейчас можно модно говорить. Это приколдесс высшего уровня. Заключается в том, что... Я даже не знаю, как это рассказать, чтобы просто не заржать в очередной раз. В общем, все мы знаем просто Джека, мужа Евгеши. И мы, ну кто-то знает, кто-то не знает, он работает представителем, амбассадором бренда текилы, Касамигос. Точнее, его должность звучит как европейский бренд-директор. Но, по большому счету, это амбассадор-представитель Касамигос, получается, в Европе. Так вот, спустя 11 минут после того, как в инстаграм принцессы Евгении появилась вот эта новость, 11 минут прошло всего лишь, Эта компания, Касамигос, опубликовала пресс-релиз и разослала всем новостным агентствам, в котором звучало следующее. Вот, ввиду вот таких новостей, мы понимаем, что вы будете публиковать информацию о Евгении и Джеке. Пожалуйста, имейте в виду, что каждый раз, когда вы упоминаете Джека в своих новостях, вы должны приписывать ему его титул. Ну, как бы титул, его должность, title, европейский бренд-директор Касамигос Текила. То есть, маркетологи там работают очень быстро. Хочу напомнить, что никаких титулов, королевских титулов у Джека нету. Он даже ни сэр, ни пер, ни мэр, никто. Он бренд-директор, европейский бренд-директор. Но, очевидно, конечно, что пресса не обиделась, но шаг вот этот вот совершенно для них был непонятен. Потому что с этого момента никто в газетах не называет Джека европейским бренд-директором Касамигос. Они даже не называют этот бренд. Они называют этот бренд Текилы 45 фунтов за бутылку Текила, компания Текилы. Ну, в общем, по-английски это звучит более красиво, но это такое позорище. Это просто так не симпатично. И его называют как представитель алкогольной компании. То есть бренд-директор алкогольной компании. То есть Касамигос, по сути, сами себе навредили. И вот спустя просто 11 минут даже заголовки «They didn't take long» им понадобилось немного времени, чтобы понять, где они тут могут больше заработать. Это, в общем, выглядит все некрасиво, учитывая, что Евгению и Джека очень все любят, очень тепло к ним относятся. Сразу видно, когда люди хотят заработать на таком событии больше-больше денег. И это им, конечно, сыграло плохую шутку. По поводу места, где принцесса Евгения рожала. Я уже сказала, что это был The Portland Hospital, то есть портландская больница. Но там рожала Меган Маркл. И газеты, конечно, трубят об одном ярком моменте, который отличает роды Меган от роды принцессы Евгении. Меган и Гарри делали все возможное, чтобы место, где Арчи появился на свет, оставалось в тайне. Просто в супер-мега тайне. Мы уже про это говорили, что даже поговаривают, что у Гарри там кукуха поехала на фоне вот этой вот секретности. Что касается принцессы Евгении, она же наоборот. Она очень открыта и откровенно сразу моментально сказала, что ее сын родился в Portland Hospital. Вообще говорят, что палата там стоит примерно 20 тысяч фунтов стерлингов. Это топовая больница, самая крутая, одна из самых крутых, классных. Селебрити тоже постоянно там рожают. Не там рожала Кейт Миддлтон, но тем не менее. Очень много селебов там рожают. И, в общем, принцесса Евгения решила не делать из этого тайну. Поэтому предполагаем, что про ребенка она тоже быстрая и достаточно откровенно все расскажет. Что касается поздравлений, конечно же, все сразу моментально начали поздравлять. Дворец, Кенсингтонский, Чарльз с Камилой. Все-все-все у себя тоже в соцсетях. Но Меган и Гарри поговаривают, поздравили Евгению приватно. И вообще сейчас ожидается, что они все-таки переедут во Фрогмор после рождения ребенка. Ну, во Фрогмор, где жили Меган и Гарри. И надо сказать, что у Евгении, конечно, хорошие отношения с принцем Гарри. Были tensions, были вот эти вот напряженные такие отношения. Вот когда вот эта история с Меган была, когда она объявила о беременности на свадьбе Евгении. И вообще, в принципе, как бы там отношения ухудшились. Но вода камень точит. И Евгения, как и была с Гарри, очень близка. Так и остается. То есть они такие практически лучшие друзья. Если дальше говорить про Меган и Гарри, про наших любимых, то слава богу, что этот скрин, что эта фотография появилась накануне, за день до рождения ребенка принцессы Евгении. Потому что, конечно, бы Меган объявили, что она пытается опять своровать новостной повод. Кстати, в этот раз она прям паинька и ничего не объявила, ничего не сказала, никаких новостей не слили про Меган вот в период, когда все разговаривают про ребенка принцессы Евгении. Вот эта фотография появилась накануне. Это зум-встреча тинейджеров в рамках поэзии. Они там обсуждали поэзию в рамках месяца Black History. У них сейчас идет месяц истории темнокожего населения, как бы если правильно так перевести на русский. Ну вот, и они там появились как бы сюрпризы. Абсолютно все были поражены их появлением, никто не ожидал. Там закрывали рот руками, делали круглые глаза. В общем, дети посоветовали Меган присмотреться к песням Джонни Митчелла. И они сказали, что они добавят эти песни в свой плейлист на ужин, который у них играет во время их ужина. Так что можем сделать вывод, что они не смотрят телевизор, когда принимают пищу, что очень правильно. Надо сказать, что Меган выглядит хорошо. Гарри улыбается, солнышко наше хорошее. Действительно он улыбается. И абсолютно очевидно, что пара выглядит хорошо. Тут даже нечего сказать. Качество картинки плохое, но уже на компьютере в интернете подредактировали. Ну, как бы выбелили эту картинку. И Меган тоже выглядит неплохо. Но публика продолжает ждать их подкаст. Продолжает ждать продолжение подкаста, который начался в конце декабря прошлого года. Также мы услышали Арчи, который поздравил всех с Новым годом. Был ли это Арчи? Большой вопрос. Ну, если вы не поняли, о чем я, то посмотрите вот этот ролик. Обязательно вы поймете, о какой теории я говорю. Ну, так вот, далее пока никуда ничего не сдвинулось с места. Уже середина февраля. А поклонники все еще ждут выпусков от Меган и Гарри. Собственно, на Спотифай они должны выходить. Спотифай не говорила расписание, когда будут и как часто выходить выпуски. Просто сказала, что ждите. Ну, как все, как все, что делают Меган и Гарри, мы все ждем. Все ждем, ждем, никак дождаться не можем. Так вот и подкаста пока, пока что не было. Также интересные новости. Вот какие прям гудели они до объявления о том, что родился ребенок Евгении. В общем, оказывается, нарыли вот эту информацию, что юристы королевы лоббировали изменения закона для того, чтобы скрыть ее достаток, ее доходы в 70-х годах. То есть там был прям ряд законов, которые они лоббировали, чтобы не раскрывать информацию, откуда там у королевы деньги, у всей ее семьи и так далее. Также стало известно, что фирма The Firm, то есть королева и ее приспешники, в данном случае принц Чарльз по большей части, положили вето на более чем тысячу законов через определенные там королевские процедуры. То есть они смогли забанить более тысячу законов. То есть это говорит нам о том, что королева так или иначе свой нос политику сует. Но это как бы понятно. Мы живем все в несовершенном мире. Если королеве запрещено нырять в политику, она нет-нет, да и все равно будет это делать. И будет это делать ее семья. Ну а сейчас наружу всплыла эта информация, и фанаты Меган Маркл во всеуслышание, во все рупоры начинают твердить, давайте тогда мы у королевы заберем ее титул. Ведь она хочет забрать титул у Меган за то, что она погружается максимально в политику, так давайте сделаем то же самое и с королевой. Ну это все, конечно, останется только обсуждением в инстаграмах, в твиттерах и так далее, не более того. Естественно, где королева, где Меган Маркл. Кейт Пиллиум также, собственно, как и Меган с Гарри продолжают участвовать в видеозвонках. У них это в рамках того, что они рассказывают про медработников, насколько важна их работа сейчас в условиях пандемии. Мы, конечно, все смотрим на то, как выглядит Кейт, и ей вот кому-кому, ей карантин и пандемия пошли на пользу. Выглядит она очень хорошо. Также появилась информация про фильм, который мы ждем с Кристен Стюарт, про Диану. И поговаривают, что королевская семья не будет в восторге о том, как будет показана Диана. Потому что Диана будет показана по-настоящему. Там будет рассказываться правда. И, конечно же, королевская семья не захочет, чтобы публика видела эту правду. И тут у меня такой вопрос. Вообще, я в последнее время достаточно философски так отношусь к слову правда, потому что правда, она для меня правда, для тебя кривда. Например, даже рассмотреть, если поссорился ты с другом. Я своему мужу расскажу, как я с другом поссорилась, и он скажет, что да, Люд, ты права. А друг мой подруга расскажет своему мужу, и ее муж подумает, что она права. Так что, какая тут правда? Короче, суть моей мысли в том, что правда у всех одна. О, своя. Короче, суть моей мысли в том, что правда у всех своя. И как ты рассказываешь историю, так вот она и будет выглядеть. Расскажет историю, там, я не знаю, принц Чарльз. Она тоже будет правдивой, но она будет, ну, по-другому выглядеть. Вот, и последняя новость, кстати, тоже про принца Чарльза. Они с Камилой вакцинировались. То есть, теперь по официальным источникам королева и принц Филипп вакцинировались. И теперь уже принц Чарльз и Камила тоже вакцинировались. Вакцину им поставил королевский доктор у них дома в Вилтшире, где они сейчас находятся. Ну, и, собственно, на этом новость заканчивается. Пока никакой информации о том, как вакцина на них подействовала, нету. Ну, дай бог, все будет хорошо. На этом я, наверное, буду с вами прощаться. Совершенно крутой получился ролик. Я надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк этому ролику за то, что такие прекрасные новости мы с вами сегодня обсудили. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok